МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она хотела поучаствовать в самых рейтинговых телешоу страны. Кастинги для нее стали рутинным делом. Саре даже не важно, где сниматься. Главное – сниматься. Это девушка, которая идет напролом. Она вообще ничего не стесняется, она выражает свое мнение. Это для передач очень подходит. Пашли. Чувствую, что меня откажут почему-то. Привет всем. Сарта снималась, да, у нас? На канику. У нас, к сожалению, я знаю, что у тебя контракт, поэтому сниматься тебе у нас нельзя. Иногда узнаваемость мешает Саре, ведь телевидению нужны новые лица. Да и сама девушка уже порядком устала от скандалов, интриг, расследований. То есть реалити или какие-то проекты, которые могут тебя скомпрометировать такими вот выходками, тебе скажут, скажи вот тот и тот. Ты на доверие говоришь, что это и тот, а потом монтаж, великая сила, так намонтируешь, что ты потом просто действительно себя сделал какого-то, ну, морального урода. У меня был такой прецедент. Снимали обо мне документальный фильм на одном канале. Примерно вот так вот все и намонтировали. Очень многие почему-то восхищаются именно моим умением упор найти к своей цели, что я не сдаюсь, что я продвигаюсь, прыгаю, прыгаю, и таки достигаю своих целей, потихоньку, учитывая, что в меня никто не вкладывал ни рубля, то есть, можно сказать, что я сама себя сделала. Москва стала тесной для Сары. Летом она съездила в Голливуд и попробовала свои силы как певица. По словам девушки, местный продюсер ее заметил и предложил сотрудничество. Так что Сара подтвердила общемировую тенденцию. Можно сначала стать звездой, а уж потом найти в себе талант. Больше, что будет, и где-то, и где-то с тобой, с тобой.